В зале собрались 300 миллионеров. Каждый из них гарантированно получит сумму с шестью нулями на образование. Финалисты прошли жесткий отбор. На одно место в финале претендовали больше полутысячи человек. Знаю, что у ряда коллег уже такая амбициозная и правильная идея, заключающаяся в том, что если нас много и у каждого из нас миллион, что это мы будем ходить за учебными заведениями, пусть они за нами походят. Ну, правильно. Когда я услышал про эту идею, я понял, что мы правильных людей выбрали в финал. Конкурс станет своеобразным социальным лифтом. Его запустили по поручению Владимира Путина. По сути, это возможность без связи подняться по карьерной лестнице. Самых активных участников берут на заметку среди финалистов кадровый резерв управленцев аппарата президента и крупных государственных корпораций. Мы, конечно, все нуждаемся в наиболее талантливых людях. И нельзя сказать, что вот у нас нет вакансий. Для наиболее продвинутых вакансий всегда найдется. Любой руководитель, если увидит в вас талант и желание трудиться, мы просто будем сами за вас драться. В стране нужны не винтики в государственной машине, а креативные люди, которые готовы брать на себя ответственность. Это одна из главных установок экспертов конкурса. Количество желающих участвовать в конкурсе превзошло ожидания организаторов в 20 раз. По всей стране были поданы около 200 тысяч заявок. 20 тысяч пришли из Южного федерального округа, где около половины конкурсантов – представители Краснодарского края. В финал конкурса вышли 9 молодых лидеров Кубани. Это предприниматели, руководители крупных компаний, ведущие инженеры предприятий. С ними сегодня пообщался глава региона Вениамин Кондратьев. На встрече говорили о необходимости создания промышленных производств, при этом акцентируя внимание на перерабатывающие заводы. Обсудили финансовые инструменты поддержки бизнеса, но, кажется, еще больше молодых людей интересовало, в какой отрасли сейчас будут нужны их лидерские способности. По словам губернатора края, сфера деятельности огромная, главное – найти себя. Кто хочет попробовать себя во власти, исходя из того, что он должен чувствовать, что у него получится, то есть мы эти двери откроем. Если вы уверены, что у вас больше получится в бизнесе, не оставляйте свое направление, потому что если вы будете успешным бизнесменом, то в крае появятся новые элиты, которые по-другому мыслят, которые понимают, что в одиночку нельзя быть сытному, в одиночку нельзя быть богатому, в одиночку нельзя быть счастливым. Сегодня нужны вот такие элиты и в бизнесе, и элиты во власти. Вот что сегодня не хватает. После участия в конкурсе молодые лидеры станут еще востребованием. Уже сегодня в Ихадрис поступает немало предложений, в том числе и интересные проекты в столице. Но глава региона призывает не торопиться с переездом. Краснодарскому краю сегодня также необходимы новые, а главное – талантливые кадры. И особо высоко ценятся те, у кого есть настоящее качество лидера. Не может показать конкурс, все эти отборочные туры. Очень главную черту лидера, я считаю, это умение нести ответственность или возможность характера отвечать за правительность, правильность принятых решений и результат перед другими или перед обществом. Вот здесь никаким тестом это не изменишь. Конкурс лидера России, что это такое? Это поезд человеческого капитала. Это залог успешного будущего и края, конечно, странно. Это правда. Принципиально важно не использовать этот конкурс как траплин для ухода в Москву. Это очень важно. А использовать для того, чтобы на самом деле открыться, как говорится, и реализовать себя в нашем крае. После встречи со многими договорились о дальнейшем сотрудничестве, например, чтобы решить наболевшую проблему с пробками на краснодарских дорогах. Есть у молодых людей много других предложений. В абсолютно разных сферах все финалисты конкурса смогут принять участие в реализации проектов, прописанных в стратегии развития Краснодарского края 2030. Я очень верю в этот конкурс, потому что, действительно, как я уже сказал, это абсолютно прозрачные правила, честное участие здесь. Он, наверное, не является насаженным, а скорее является ответом на требования времени. Участников ждут четыре напряженных конкурсных дня. Предприниматели и главы разных структур будут участвовать в тренингах, семинарах и деловых играх. Цель – показать умение работать в команде и принимать волевые решения. Это будет полезно всем, я думаю, и бизнесу, и власти, и тем, кто в дальнейшем пойдет на госслужбу, и тем, кто не пойдет. И это повысит эффективность работы. Жюри выберет 100 победителей. Они получат самый ценный приз, который, правда, не измеришь цифрами. С лидерами на протяжении года будут работать ведущие управленцы страны. Максим Емельянов, Мария Крошная, Сергей Щербин, Денис Москаленко. Кубань-24. Сочи.